всем привет вы смотрите канал проекта clever mind.ru мы разбираем все что связано с мозгом сегодняшний выпуск посвящен ленивым задницам задумывались ли вы почему иногда вечером решаете что-то делать что-то сделать на следующий день с утра или с понедельника но на следующий день или с понедельника нифига не происходит ничего не делается просто лень это недостаток мотивации за мотивацию в нашем организме ответственен дофамин так вот почему я такой ленивый вот дофамина мало нужен дофамин мне нет вы такой ленивый просто потому что ленивый или нет нужды напрягаться дофамин вырабатывается за мотивацией а не перед ней поэтому если нет желания нет и дофамина если есть желание вот дофамин в помощь только старайся делай что-нибудь да все люди разные кто-то может от природы иметь несколько завышенный фонд дофамина такие знаете эксцентричные импульсивные люди которые вот пять минут назад решили купить себе какой-нибудь мобильный телефон и уже заказывают первый попавшийся который им понравился даже если он им объективно не нужен но подавляющее большинство же живет ровно спокойно и у большинства людей фон дофамина уровень дофамина этого нейромедиатора находится в пределах референсных значений то есть он оптимален для каждого дофамин подогревает азарт и интерес знаете такое такие шуточки когда человек говорит я решил протереть влажными салфетками зеркала в автомобиле дальше ничего не помню но помыл пол машины дофамин помогает идти дальше в своих интересах он создает такое знаете ощущение счастья за выполнение целей за достижение этих самых целей но с дофамином есть большая беда он создает ощущение счастья даже когда по факту ничего не происходит то есть человек может физическом в интеллектуальном в любом плане оставаться на месте но фантазировать о том какие же завтра послезавтра или с понедельника предстоят свершения и мозг уже получает награду хотя в действительности ничего кардинально качественно ничего не улучшается как работает дофамин 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 вырабатывается в мозге в черной субстанции мозга и в гиппокампе существует как минимум пять дофаминовых рецепторов d1 d2 d3 d4 d5 эти рецепторы условно делят на две группы по схожести структуры в первой группе d1 и d5 во второй d2 3 и 4 d1 наиболее распространен центральной нервной системе наряду с d5 участвуют в экспрессии нейротрофических факторов то есть дофаминовые рецепторы d1 и d5 способствуют росту и развитию нервных клеток а также они участвуют в энергетических процессах в клетке через стимулирование аденилоциклазы которая расщепляет атф d2 d3 d4 связывают с эмоциональными и интеллектуальными свойствами дофамина кстати повышенная активность именно этих рецепторов повышенная активность этих рецепторов связывают с развитием шизофрении кокаин и амфетамин серьезно увеличивают выработку дофамина блокирует его обратный захват поэтому регулярный прием наркотических психостимуляторов штампует психов друг за другом просто как на заводе кратко обобщим d1 и d5 это энергия и сила d2 d3 d4 это эмоции мотивация интеллект дофамин энергическая система это целая матрица хотя внешне больше похоже на дерево дофамин вырабатывается в определенных участках головном мозге затем как ветви деревьев распределяется по всему мозгу может возникнуть такая ситуация что в определенном пути движения дофамина его станет слишком много а в другом слишком мало однако это отклонение и дофамина без серьезной фармацевтической поддержки примерно пропорциональное количество находится во всех дофаминовых путях путей этих много голову забивать особо не будем рассмотрим основные и первое это негроастреальный путь дофамина примерно 80 процентов дофамина который вырабатывается в головном мозге движется именно так по такому пути по такому алгоритму недостаток нейромедиатора дофамина в негроастреальном пути будет означать снижение двигательной активности снижение внимания однако глубокие негативные эффекты возможны только при угнетении 85 процентов рецепторов негроастреальном пути при нормальном питании занятие интеллектуальным физическим трудом вероятность плохих эффектов крайне низкая избыток дофамина в негроастреальном пути это тремор и гиперактивность второй и третий путь движения дофамина мезолимбрический мезокортикальный путь они уже регулируют уровень мотивации удовольствия и награды когда дофамина в этих путях становится слишком мало могут присутствовать суицидальные мысли апатия ничего не нужно все бессмысленно ничего не хочется делать если дофамина в этих путях слишком много то всем что-то обязательно нужно будет от вас всего будет бесить малейшее какое-то малейшее замечание может приводить в бешенство во врачебной практике есть такой синдром обсессивно-компульсивное расстройство он коррелирует с временным повышением дофамина в мезолимбрическом и мезокортикальных путях означает невроз навязчивых состояний это расстройство присутствует у 3 процентов людей на постоянной на регулярной основе если вы видите человека который изо дня в день кладет вещи на столе неважно где угодно строго определенным порядком или протирает пыль по два раза в день и малейшая несостыковка малейшая погрешность вызывает у него просто лютую бешеную ненависть ко всему вокруг то перед вами немного псих эта болезнь может определяться по-разному не обязательно какие-то действия возможно идет привязка к физическим местам то есть там скамейка определенная машина может там определенный дом что вот хочется жить именно там они там может идти привязка к вещам или предметам и грань между обычной привычкой и неврозом довольно тонкая но чтобы ее нащупать вот такой пример ну предположим если я условно привык завтракать и с жареными яйцами но сегодня с утра их нет если я спокойно поем что-нибудь другое то это не невроз это нормально если побегу скорее в магазин за яйцами потому что ну как же так как же так завтрак без яиц то это невроз еще интересный момент при стрессе избыток дофамина конвертируется в норадреналин и затем возможно в адреналин плюсы дофамина улучшает настроение делает человека более решительным и предприимчивым создает больше энергии улучшает оперативную память минусы дофамина хочется всего и сразу постоянная смена желаний и непредсказуемость поведения что увеличивает дофамин в естественных условиях это желание мотивации и цели добавки которые повышают дофамин кабергалин ладостен бронкриптин фенотропил эльдофа тирозин а также наркотические стимуляторы и некоторые ампакины добавки снижающие дофамин в основном это нейролептики аминозин галлоперидол а также ацетилхолин в избытке и гнк в избытке на сегодняшний день только ваши мамы и папы закладывают генетический уровень дофамина и в подавляющем большинстве ситуаций этот уровень находится в пределах референсных значений то есть он нормальный практически для всех тем не менее у всех же он и отличается и даже возможно формирует тип характера возможно скоро человек сможет сам себе выстраивать этот самый фон дофамина через изменения в генетическом коде мышам уже удается перенастраивать выработку дофамина подведем итог дофамин или допамин это важный нейромедиатор и гормон зачастую именно его уровень ответственен за интеллектуальные способности и за даже успех в жизни важно только не получать ложные положительные эмоции то есть полезнее делать то что развивает человека в долгосрочной перспективе а не играть в телефон на какой-то виртуальный счет конечно если эта игра в телефон не принесет вам в дальнейшем какие-то серьезные дивиденды дофамин это основное действующее вещество при приеме наркотических стимуляторов у него есть свои плюсы и минусы важно нейтрализовать минусы и развить плюсы на сегодня все удачи и до новых встреч у нас есть вот 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 Продолжение следует...